сегодня мы продолжаем разговор о патентах на роботы курьеры это машины доставляющие посылки пользователям поэтому их еще называют автономными доставщиками как мы обещали в прошлый раз из этих патентов вы узнаете где живут роботы курьеры делают ли они зарядку то есть где и как они заряжаются ведь они же остановятся если их батареи разрядятся как маленьким доставщиком не путаться под ногами пешеходов на тротуарах и с какой же скоростью они ездят как роботы доставщики будут доставлять еду ведь горячая еда может остыть а если до холодная то наоборот если например это мороженое она же может растаять а также что будет если робот доставщик врежется в человека или наоборот человек врежется робота доставщика а также кто будет загружать и разгружать этих роботов курьеров люди или роботы с вами валерий прушинский я рассказываю об изобретениях и патентах с точки зрения теории решения изобретательских задач или просто трис сам я изобретаю исключительно с помощью трис и недавно об одном из моих патентов опубликовали статью в журналах форбс digital trends и многих других цифровых изданий ссылки сейчас находится за мной и под видео сегодня я продолжаю рассказывать о патентах на роботы курьеры и приемах тенденциях инструментах трис которые могут применяться этих случаях есть разные подходы и мнения о том где жить роботом доставщиком некоторые люди считают что роботы курьеры должны жить все вместе в одном гараже ангаре или складе а некоторые люди наоборот считают что они должны жить отдельно это дизайн патент поданный в ноябре семнадцатого года компании starship technologies дизайн патенты ограничены и защищает в основном внешний вид конструкции на этом рисунке мы видим домик робота с входной такой гаражный опускающейся дверью к сожалению ничего не можем сказать о размере этого дома но подозреваем что в нем должно быть устройство для зарядки или замены аккумулятора ведь дальность поездки робота доставщика зависит от емкости его батареи большой батареи он может уехать далеко а с маленькой может обслуживать только близлежащих заказчиков живущих совсем рядом с ним можно сказать по соседству и вот патентная заявка опубликованная в ноябре восемнадцатого года на ней изображена платформа для замены батареи робота доставщика но робот курьер севшие батарейки должен сначала найти эту зарядную станцию потом заехать на эту платформу остановиться точно над местом замены батареи как это и изображено на этом рисунке с видом снизу а после этого специальный механизм заменит его батарею где будет стоять эта зарядная платформа дома или на специальной зарядной станции мы пока не знаем но верим что если наш маленький робот курьер потерялся доставлял посылку слишком далеко то сервер придет ему на помощь не даст ему разрядиться до нуля и подскажет где же находится ближайшая зарядная станция предполагается что роботы доставщики будут небольшими и передвигаться они будут со скоростью пешехода во многих патентах это скорость от 5 до 10 километров в час в среднем 67 километров в час но роботы маленькие для того чтобы люди замечали на тротуарах и особенно на переходах через дороги им нужна своя сигнальная система и свой интерфейс конечно они могут громко кричать но в этом патенте проблема решена по-другому согласно вот этому патенту каждый уважающий себя и людей робот должен иметь специальный флажок со светодиодами этот флажок будет находиться на уровне лица среднего пешехода и просигналит ему что здесь находится робот и пешеход опустит голову и заметят самого робота а на самом роботе курьеры он увидит дисплей и поворотные сигналы вот они поворотные сигналы и вот такой дисплей и здесь робот уже может пояснить специальными сигналами цветом куда он собственно направляет а это еще один патент на этот раз это патент другой компании компании amazon которая конечно же тоже разрабатывает своих роботов курьеров для доставки посылок со своего крупнейшего в мире интернет-магазина на рисунке из этого патента система доставки будет состоять из больших автомобилей которые двигаются по специальному маршруту проложенному так что по пути они тадам встречают роботы-курьеры и раздают им посылки которые те доставляют дома заказчиков интернет посылок и таким образом время доставки сокращается а судя по следующему рисунку в светлом будущем каждая семья будет иметь свой дом со своим роботом курьером и суть этого патента в том что маленькие роботы-курьеры будут базироваться или жить рядом с домами людей которым они будут доставлять заказанные ими посылки можно сказать что здесь успешно применен другой принцип трис который называется буксирующие системы новая система доставки посылок небольшими роботами-курьерами объединена со старой системой доставки большими машинами то есть маленькие роботы не могут доставлять много посылок на большие расстояния а в свою очередь большие машины могут перевозить очень много посылок но не могут доставлять их все более и более возрастающему количеству интернет заказчиков к тому же эти заказчики живут в разных местах и согласно подходу так называемых буксирующих систем объединения их старая система объединяется с новой пока еще слабой системой и помогает ей развиваться устраняя некоторые ее недостатки конечно в светлом будущем роботы доставщики смогут выполнять весь цикл доставки от магазина или склада до конечного потребителя именно поэтому и как же мне хотелось сегодня рассказать вам о патентах другой компании разработавший роботы доставщики продуктов эти роботы немного больше наших уже знакомых маленьких роботов курьеров но они чуть меньше обыкновенных машин и поэтому ездят они не по тротуарам а по обычным дорогам поэтому в следующий раз мы поговорим о патентах компании нура и о том как доставщики будут доставлять еду ведь она же может остыть к примеру если это пицца и наоборот если это мороженое то она же может растаять и так как мы можем сделать так чтобы мороженое не пахло пиццей а пицца не пахло мороженым и что будет если робот доставщик врежется в человека или наоборот человек врежется в робота доставщика а также кто будет загружать и разгружать этих роботов люди или роботы обо всем этом поговорим в следующий раз как вы уже заметили сильные изобретательские приемы и тенденции по-прежнему можно выявить в патентах современных компаний до следующей недели а если вам понравилось наше видео то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал